2023 год в соответствии с указом президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным объявлен годом педагога и наставника. И вот сегодня открывается и год педагога и наставника, и мы открываем его конкурсом «Педагогический триумф 2023». Действительно, этот конкурс стал для нас уже традиционным, и сегодня очень приятно видеть здесь, в зале, среди участников, среди организаторов так много ярких, неординарных учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования, советников, директоров школ по воспитательной работе, студентов, будущих учителей, учащихся психолого-педагогических классов, конечно, руководители образовательных учреждений. Но то есть сегодня практически здесь как раз и собрались самые главные силы нашего образования, системы образования в Вологодской области. Впереди у нас конкурс. Всего в Вологодской области в системе социальной сферы работы от более 21 тысячи педагогов. Около двух тысяч из них участвуют в конкурсе педагогического мастерства. Мы, конечно, хотим, чтобы они все очень успешно выступили, чтобы мы увидели здесь новые идеи, раскрылись новые таланты. Поэтому в добрый путь, педагогический триумф 2023. Я в профессии уже более 15 лет. И мне очень почетно сегодня быть финалистом этого проекта «Педагогический триумф» и представлять наш город, Вологду, в номинации «Навигаторы детства». Это вообще уникальная возможность для учителей Вологодской области заявить о себе, найти единомышленников, поделиться опытом. Не зря называют классного руководителя классной мамой. Вот у меня первый класс, и я в полном ощущении, что я являюсь второй мамой для моих деток. Я знаю, что они сейчас очень за меня переживают, и родители очень переживают. Поэтому, наверное, это должно быть призвание, чтобы быть классным руководителем.